Сегодня мы с вами поговорим немножко про 21-й дав трактата Баббатра. И здесь будет очень интересная тема, немножко позже. Но начнем сначала, как я уже говорил на предыдущем уроке, обсуждается Мишна, что именно может один из жителей двора сделать у себя, а что не может. И вот в том числе мы сказали, что для учеников Торы, для детей, которых обучают Торе, есть исключения, несмотря на то, что другие жильцы жалуются, что вот, мол, ты открыл здесь школу, и нам мешают все эти голоса детей, шума детей, они ничего не могут сделать. Потому что это ради митсвы разрешили. Любой человек имеет право открыть у себя хейдер, так сказать, школу обучения детей Торе. И вот в том числе описывается интересная история о том, как сначала обучали Торе, и сначала каждый отец фактически обучал Торе своего сына сам, но были люди, которые не могли ничего дать своим детям, обучить как следует. И получилось, что очень многие дети вырастали необразованными, и, наверное, не знали, как соблюдать заповеди как следует. Особенно в те времена, когда еще не был записан устный закон, было еще сложнее. По книгам невозможно было выучить, как сегодня. Так вот описывается некто Йошуа бен Гамла. Это был один из первосвященников, то есть человек, который имел также, можно сказать, политическую власть определенную. Кстати, в трактате «Вамот» про него не очень лестно отзывается. Талмуд говорит, что он фактически получил свою должность через взятку, которую дала его жена. Там описывается, что первосвященник может жениться на вдове, если он еще не стал первосвященником до этого. То есть, когда он уже станет коэн-гадоле, он не может жениться на вдове. А был вот случай, когда он женился на какой-то богатой вдове, а потом она сделала его первосвященником тем, что дала большую взятку царю. Вот, поэтому получается, что... Ну, вообще, в конце второго храма первосвященники в основном были не такие уж кошерные. Многие из них были цедукеями. Ну, что касается этого человека, здесь сказано про него что-то хорошее. Как говорится, тем не менее, вспомним его хорошим словом. «Бырам захор отоха и шлатов». Может, это выражение, которое обычно используется, что не имеется в виду, что во всем был хороший, но было что-то, что очень хорошее, что он сделал. А именно он вот установил систему обучения, имея за собой, видимо, и власть, и силу, и возможности. Может быть, на самом деле его другие мудрецы надоумили это сделать, и зная, что у него это получится. В общем, он, значит, считается, что он установил эту вот систему, чтобы детей уже с возраста так 6-7 лет обучали в любом месте, где евреи живут, в каждом городе. Ну, и описывается много здесь деталей, какого размера должна быть школа, сколько учителей, да, допустим, если класс до 25, например, детей, то один учитель, если 50 детей, два учителя, если есть 40 детей, то у них как бы учитель и помощник учителя, как-то так. Да, и еще тут много разных деталей, там, куда отправляют ребенка, если там нужно ли переходить реку, скажем, если нету в его, так сказать, районе школы. В общем, тут все эти детали, конечно, сегодня в основном у нас школы Барухашем в любом религиозном еврейском городе. И даже там, где не полностью религиозные евреи, или совсем 8-ми евреи стараются, посылая, да, многие, многие евреи готовы ехать в такие города и пытаться там что-то открыть, и в том числе и школы для детей стараются. Ну, уж, по крайней мере, там, где есть религиозные евреи, там есть обычно и школы для детей. Без этого невозможно, да, и самое главное – это хинух, обучение детей, чтобы следующее поколение, конечно, не гарантирует, что все будут соблюдать, и все будут знать Тору, но хотя бы часть, если не обучать Торе, то однозначно все практически перестанут соблюдать в следующем поколении, поэтому обучение Торе – это самое главное, что есть у нас. Так вот, дальше, пожалуй, самая интересная здесь тема – это тема конкуренции, раз мы уже заговорили о том, что могут или не могут жители двора сделать в отношении того, чтобы кто-то другой открыл у них, да, кто-то из жителей двора, сначала обсуждал, что один из жителей двора хочет открыть что-то у себя во дворе, но теперь уже обсуждается другой вопрос – если один открыл, может ли другой тоже открыть? Вот это уже вопрос конкуренции. Как я говорил в предыдущем уроке, это, фактически, тема, она может иметь очень много применений, а почему-то вот в Талмуде она всего здесь только обсуждается, и в Шухонархе только в одной главе обсуждается, неподробно. Как в свое время написал в вопросах и ответах Хелкот Яков, я еще вернусь к этой шуве, что это почему-то тема не очень хорошо покрыта. Шухонархе не посвятил много деталей, но вот есть определенные ограничения насчет конкуренции и несколько мнений насчет того, в каких случаях это относится. Здесь вот есть такая концепция, что Гемора говорит, по мнению Рафхуны, что когда человек, как говорится, своим бизнесом полностью псих-хайотей, как бы каким-то образом отрубает другому возможность зарабатывать, то тогда согласны все, что такая конкуренция запрещена. Вопрос, что имеется в виду? Есть несколько разных интерпретаций, я вам приведу интерпретацию, которая не очень хорошо известна, но ее приводит Дарки Моши от имени Авиасав. Дарки Моши — это тот же самый роман Раби Моши Исерлис, только его комментарии к Туру называются Дарки Моши. Дело в том, что два главных автора самой важной книги Халахи, как бы сказали бы, наверное, Магнум Опус своего рода, или как бы это более хорошо назвать, самая центральная книга еврейской Халахи, фундамент всех законов сегодня, не это Шухана Рух. Книга написана примерно 500 лет назад двумя авторами — сефарским евреем и ашкенатским евреем. Раби Йосиф Кару и Раби Моши Исерлис. Так вот, они оба написали до этого еще комментарии к другой книге Тур. Раби Яков Балатур и Мшин Роша, который жил в конце жизни в Испании, родился он в Германии, жил в Испании потом. И он написал тоже книгу Халахи, тоже из четырех томов. Он-то и разделил, собственно, на четыре. Все Халахи на четыре общие категории. Ора Хаим, Игора Деа, Хошин Ишпата и Эвена Эзер. Вот это разделение, это разделение Тура еще, а не Шухана Рух. А Шухана Рух просто последовал тому же порядку. Так вот, Раби Йосиф Кару написал комментарий к Тур и назвал его Бет Йосиф, где он приводит все источники Тура и также решает Халаху для сефардин, как он постановляет. А Рыма написал свои пометки и назвал это Даркей Моше, Пути Моше. Его звали Моше, назвал Даркей Моше. Так вот, в основном еврейский народ следует Шухана Руху. Ну, у еминских евреев там немножко по-другому, но основная масса родоксанных евреев следует Шухана Руху до очень большой степени. То есть, ашкеназим следует Рыма, а сефардим следует Раби Йосифу Кару. Но вопрос, до какой степени мы приняли, на самом деле, их предыдущие книги. Вот это уже большой вопрос. Следуют ли ашкеназские евреи Даркей Моше тоже? Или мы только приняли именно вот Пса Кира Мавшуха на Рухе? Так вот, Даркей Моше приводит от имени одного из решений, Мави Асафа, такую идею, что когда один бизнес открыт так, что к другому вообще нет доступа, не проходя мимо первого. Вот, например, допустим, два магазина, которые продают одно и то же во дворе. Но один у входа, а другой где-то внутри двора. Чтобы добраться до внутреннего, ты всегда будешь проходить мимо внешнего. Поэтому любой клиент, фактически, ему сразу предлагается первый магазин. Так зачем ему идти во второй, он может купить все то же самое в первом. Наверное, цены были одинаковые примерно. Вот. Поэтому получается, что он полностью псих, так сказать, отрывает ему, отрезает ему его возможность заработать. Он ему не дает никаких возможностей. Открыв свой магазин у входа во двор, он фактически прирезает клиентов второго магазина. Вот такая интерпретация интересная. Мне кажется, это очень логичная интерпретация, согласно простому смыслу нашей суги, что псих-хайота именно это имеется в виду. Когда второму полностью отрезано пропитание. Поэтому Рафхуна говорит, что все согласны, что в такой ситуации такая конкуренция точно запрещена. Так вот, у Хелкотт Якова был такой мудрец буквально пару поколений назад, да, меньше ста лет назад он жил в... В конце жизни он жил в Швейцарии, и он писал вопросы и ответы на разные темы. Очень знающий был мудрец. И один из вопросов был вот очень похожий, что там была какая-то ешива. И был кошерный ресторан недалеко от ешивы, в который ходили ученики ешивы. Основные клиенты были ученики ешивы. Потом кто-то из учеников ешивы внутри ешивы открыл тоже ресторан. И теперь вообще никто не приходит в этот ресторан снаружи, потому что фактически зачем ходить на улицу, если можно прямо в ешиве поесть. То есть это вот очень похожая ситуация. Мамыш, получается, второй бизнес полностью отрезает возможность ходить в первый. А у них почти других клиентов нет в этом районе, там не так много вообще религиозных евреев. Но вот была ешива, и это была основная клиентура этого кафе. А теперь у них никто не приходит. И они вот подали в суд еврейский на вот этот бизнес, который открыл студент или студенты внутри ешивы. И вот там Хелкот Яков подробно обсуждает, действительно мы поставляем как Рома или нет. То есть Рома написал это в Дарке Моше, но он не привел это почему-то в Шухонарухе. Потому ли что он передумал и решил, что Халаха некак, эта интерпретация. Или все-таки мы должны следовать этой интерпретации. Но вот он, кажется, заключает, что мы не можем заставить. По ряду причин, там тоже все не так просто, да, есть другие еще детали. Но мы не можем заставить этих студентов закрыть свой бизнес. Ну, во всяком случае, одно очевидно, что по всем мнениям обычный наш бизнес, вот когда на улицах, например, стоят кафе, рестораны, пиццерии. Даже если ты будешь на том же блоке открывать, у тебя есть на это полное право. Там старые имена, когда была концепция житель города, в отличие от нежителя города. И когда платили налоги в своем городе, там бывало, чтобы были какие-то исключения. Ну, вот в основном, во всяком случае, нет никакой проблемы у людей открывать бизнесы, даже похожие, которые соревнуются с бизнесами рядом. Хотя, казалось бы, второй бизнес может сказать, с какой стати ты откроешь еще одну пиццерию здесь. У меня и так клиентов мало, а теперь половина будет ходить к тебе. Ну, вот нет, мы говорим, что, так сказать, есть для всех. А если нет, так у него права не больше, чем у второго. Каждый хочет, так сказать, заработать, как может, и, может быть, второй сделает более дешевую свою пиццу. И людям это будет выгоднее, понимаете? Хотя конкуренция, это обычно выгодно для людей, а не выгодно для самих соревнующихся. То есть, когда открыты две пиццерии, то каждый старается сделать лучше свой, да, больше, может быть, часов работать, может быть, сделать более удобный свой зал, более вкусную пиццу, разумеется, и так далее. А с другой стороны, для них самих, конечно, им хотелось бы, чтобы конкурент закрылся. Получается, что в еврейском законе почти никогда невозможно заставить кого-то закрыться, только вот такие крайние случаи, и то не по всем мнениям, когда там, допустим, один так открыл свой бизнес, что у другого вообще нет никакой возможности теперь заработать. Но когда оба соревнуются, каждый имеет своих клиентов, и у каждого есть свои права. Поэтому у нас, например, там, где я живу, нередко встречается буквально пятерина на каждом шагу, и также много других бизнесов, да, очень много пекарней практически одинаковых или очень похожих друг на друга. И никто не может другого пойти в суд и потребовать, чтобы другой закрылся. Вот. Я слышал, что в Краунгайз, там в основном Любавичевский, Хахабад, Бейдин решает. Там у них другие законы, но это не по букве закона. Там у них просто Бейдин решает то, что они считают хорошим для своего района. Но это вот не по закону Шухонаруха, а просто вот они так действуют, что они там действительно, если кто-то хочет открыть еврейский бизнес, то они должны получить разрешение от Бейдина, и те пытаются понять, если это будет ли каким-то образом уменьшать бизнес уже существующий. Но, как я сказал, по букве закона, вот из того, что написано в Шухонарухе, в комментаторах, из того, что выходит из нашей Суги, по крайней мере, в большинстве случаев конкуренция не запрещена. И на этом я на сегодня закончу. И урок посвящается для безопасности на земле Израиля. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok